Добрый день, дорогие мои друзья! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжение с вами разговора. Вот как раз продолжение предыдущей темы, развития событий, связанных прежде всего, конечно, с той войной, которая называется Крымской войной. Но мы поговорим с вами о вполне конкретной личности, о человеке, который просто поставил такую точку в своей судьбе в Севастополе. Это человек Павел Степанович Нахимов, человек выдающийся, это блестящий флотоводец, прекрасный человек по личным качествам, человек достойный всяческого уважения. Недаром, в общем-то, в годы Великой Отечественной войны были созданы Нахимовские училища, был орден Нахимова, медаль Нахимова была учреждена. Именно Нахимова было названо множество кораблей. К сожалению, большинство из них имело очень сложную судьбу, но это, так сказать, несколько иной разговор. Павел Степанович Нахимов был сыном своего времени. Он с детства мечтал о том, чтобы стать моряком. Надо сказать, что в 13 лет он впервые участвовал в морском походе. Ну, согласитесь, что это не такая простая вещь, тем более, если мы вспомним, что это за корабли. Да, это парусные корабли. И вся жизнь будет связана у Нахимова именно с парусным флотом. Парусный корабль – это очень красиво со стороны. Это очень тяжело, когда ты принимаешь участие непосредственно в том, чтобы работать на этом корабле, идти в плавание на таком корабле. Потому что это сбитые в кровь руки, это морская болезнь, это крайне суровые условия жизни, но это хорошая жизненная школа, безусловно. Вообще, надо сказать, что учится он отлично. Он очень хочет стать офицером. Он получает мичманский чин. Его по окончанию училища отправляют на Балтику. И здесь на протяжении 4-х лет он ходит по Балтике. Он, кстати сказать, прекрасно знает уже порты Балтики. Он побывал во всех крупных портах балтийских этого времени. Через 4 года его берут в кругосветное плавание. Причем кругосветное плавание не просто так, а под командованием Лазарева. Легенды русского флота того времени. Ну, если вы помните, Лазарев и Беллинсгаузен – это были два флотоводца, которые занимались открытием берегов Антарктиды. Это, безусловно, были очень опытные мореходы. Мало того, Лазарев отличался вообще очень суровым нравом, но считался отличным учителем. Вместе с Лазаревым Нахимов отправляется в кругосветное плавание. Кругосветное плавание занимает 3 года. И когда он возвращается из этого плавания, то по настоянию Лазарева, во-первых, он получает орден Святой Анны 4 степени, 4 класса. И Лазарев добивается того, чтобы Нахимова взяли на корабль, которым будет командовать сам Лазарев. Для Нахимова это лучшая награда. Вместе с Лазаревым Нахимов принимает участие в Новоринском сражении в 1826 году. Они отправляются из Кронштадта, и в 1927 году они уже непосредственно участвуют в одном из самых серьезных сражений, которое составило славу русского флота. При этом сам Нахимов вспоминал, Азов получил 153 пробоины. 153 пробоины, причем 7 из этих пробоин было ниже ватерлинии. То есть это очень серьезные повреждения для корабля. Нахимов говорил, что рядом с ним было 34 человека, из которых 17 получили ранения, 6 было убито. Меня же не ранило ни щепкой. Удивительное совершенно везение. Но каково мужество? Человек, который не покидал своего поста, он командовал батареей. Он добился того, что после того, как уже Азов получил все эти пробоины, потопил флагманский корабль, 3 фрегата, корвет, и заставил выброситься на берег 80-пушечный турецкий корабль. Блестящий совершенно результат. Здесь, правда, есть одна маленькая-маленькая деталь. У нас сразу возникает вопрос, как, получив такое количество пробоин, корабль еще оставался на плаву. А у турок пушки были, которые стреляли ядрами. Ядро проламывало борт, но такие пробоины заделывали. Несколько позже появится гораздо более мощное оружие. Вот здесь вот уже Нахимов использует его, так сказать, по полной программе. Вообще он человек был склонный к введению целого ряда новшеств на флоте. И это самым положительным образом сказалось на результатах его деятельности в качестве флотоводца. За Наваринское сражение он был пожалован чином капитана-лейтенанта и орденом святого Георгия 4-го класса. Одновременно ему был дан корабль в командование, и он переходит теперь уже командиром корвета Наварин. И затем в 1931 году был переведен на новый совершенно фрегат «Паллада». Ну, те из вас, кто любит русскую литературу, помнят, наверное, название этого фрегата, да? Есть такое произведение Гончарова, фрегат «Паллада». Действительно, Гончаров будет путешествовать на этом фрегате, но строит этот фрегат, кстати сказать. Павел Степанович, вот характеристики этого корабля. Это военный корабль, 52-пушечный, но его строили как корабль, на котором будет путешествовать императорская семья. Павел Степанович непосредственно наблюдал за строительством этого корабля, и там были самые совершенные технологии применены. По настоянию Павла Степановича, это был первый корабль, на котором были иллюминаторы, были вместо канатов применены цепи якорные, целый ряд новшеств. И, наконец, последнее, что было сделано, это корпус корабля обили листовой медью, а это невероятно дорогое удовольствие было, но зато защищало корабль от обрастания ракушками, водорослями и так далее, что улучшало его ходовые качества. И это был лучший корабль тогда российского флота. Надо сказать, что не только лучший корабль, но, наверное, и один из лучших командиров. Дело в том, что уже через год, в 1833 году, фрегат «Паллада» спас русскую флотилию Беллинсгаузена. Дело в том, что в условиях очень плохой видимости 18 кораблей подходили к берегу, и Павел Степанович запеленговал правильно маяк и понял, что корабли идут на мель. Он сразу же развернулся и дал сигнал, что флот идет к опасности. Только головной корабль налетел на скалы, два корабля сели на мель, все остальные корабли развернулись и вовремя ушли. Он практически спас флотилию Беллинсгаузены. Через год Нахимов был переведен на Черноморский флот. Он руководит постройкой нового корабля «Селистрия». И в это время проявляет себя как образец для всех командиров кораблей. Нахимов командует «Селистрией» 11 лет. Надо сказать, что эти 11 лет – это действительно славные были годы. На посту командира «Селистрия» Нахимов получает, во-первых, чин капитана первого ранга, два высоких ордена, а в 1945 году он за отличие по службе был произведен в контр-адмиралы. Очень высокое звание. Теперь он командует целым отрядом судов и контролирует все побережье Черного моря российское. Это очень ответственное задание, потому что отношения с Турцией чрезвычайно напряжены. Вот на этом посту Нахимов и встречает Крымскую войну 1853-1856 годов. Но сама война началась довольно странно, с очень таких спокойных бесед вроде бы. Беседы, которые вел тогда Николай с французским императором, новым Наполеоном III. Причем разговор шел о защите святынь христианских, о защите Палестин. Дело в том, что шли споры относительно того, кто берет под свой контроль Иерусалим, несколько святых мест в Палестине, католики или православные. Значит, католиков представляет интересы Наполеон III, интересы православных представлял Николай I. Дело в том, что в это время это территория, которая входит в состав Османской империи. И поэтому Османская империя, которая к этому времени ослабла, Николай рассчитывал на то, что удастся договориться. Тем более, что он понимал, что французский император не пойдет на конфликт с Россией, потому что у него сложные отношения с Англией, а с Англией хорошие отношения у России, австрийский император поддержит Россию, Турция слаба, и раздел наследства больного человека – это, в общем-то, достаточно простой вопрос. Но все оказалось не так просто. Дело в том, что никто из европейских стран не хотел усиления России в районе Средиземноморья. Если, скажем там, в конце XVIII века Россия была такой же, как и все остальные страны, то к середине XIX века она уже представлялась такой империей зла. Понимаете? Сохранение крепостного права, рабства, в то время, как в это время, значит, там в Европе происходят революции, освобождаются Франции, свободолюбивые всякие идеи, там и в Германии идут, и в Италии. Нет, Россию, конечно, не хотели допускать туда, боялись, что она возьмет под свой контроль у Босфора Дарданеллы, поэтому постарались использовать Турцию в качестве такого буфера против России, помогали Турции. Причем велись тайные переговоры между Англией и Францией, и надо сказать, что уже к 1953 году франко-английский флот был подведен к Дарданеллам. Это была тайная операция, вы понимаете, что при отсутствии того, что есть у нас сейчас, то есть там спутниковая разведка, да, постоянная какая-то информация о передвижениях противника, тогда разведка существовала, но это, так сказать, было качественно иное такое предприятие. И вот Нахимов предпринимает один из первых рейдов, направленных против Турции. Он отправляется контролировать побережье, южное побережье Черного моря, и подойдя к Синопу, а у Нахимова в это время совсем мало сил, дело в том, что под Синопом у него первоначально всего три корабля, он видит, что в Синопскую бухту зашел турецкий флот, турецкий флот, который дальше должен был отправиться на Кавказское побережье и с тем, чтобы высадить там десант. Предпринимается совершенно потрясающая вещь, он отправляет небольшой фрегат в Крым за подкреплением, а сам блокирует турецкий флот в Синопской бухте. Надо сказать, что силы были явно неравны, потому что это был мощный турецкий флот, практически весь, и два корабля, которые противостояли, в общем-то, туркам, это было, казалось, ничто. Но тут стечение обстоятельств, недоразумения каких-то турецкого командования, потому что начался шторм, и турки решили не выходить в шторм, не рисковать, не сражаться против этих двух кораблей, а на следующий день было уже поздно. Подходит русская эскадра и под командованием Нахимова совершает потрясающий совершенно маневр. Они входят двумя келеваторными рядами в Синопскую бухту, то есть обстреливать их очень сложно, а у турок достаточно мощный флот, и плюс к этому еще береговые батареи. Затем корабли разворачиваются в боевой порядок и дают залп по турецким кораблям. Тут надо сказать, что мудрость Нахимова и его мастерство как военачальника проявило себя в полной мере. Он отдал два приказа предварительные. Но приказы через... Они очень простые, но по результатам каковы были. Нахимов приказал первое. Первый залп производить как можно точнее прицелившись и не стрелять по кораблям, которые поднимают флаг о сдаче. И второй приказ – пометить мелом места, где стоят пушки. Все. Этого было вполне достаточно. В чем дело? Вы не забывайте, что это какие еще пушки. Это сейчас у нас существуют безоткатные орудия, а отдача... Физику вы все изучали, поэтому прекрасно знаете, на всякое действие есть противодействие, равное по силе, обратное по направлению. Пушка во время выстрела откатывалась назад. Ее надо было вернуть на место, опять навести прицел и стрелять второй раз. Это было чрезвычайно трудно сделать, потому что использовался дымный порох. И после первого же залпа все окутывало дым. Так вот, надо было первый раз как следует прицелиться, чтобы попасть точно в цель, а потом по этим самым меловым меткам поставить на то же самое место орудие и выстрелить еще раз в том же самом направлении. Через семь минут горел практически весь турецкий флот. Само сражение дилось около четырех часов. Синопское сражение, это было последнее сражение крупное, парусных кораблей. Блестящая совершенно победа, которая вызвала просто восторг. Описание того, что было произведено в флотире русской, было просто потрясающим, потому что уничтожили все корабли, смели все береговые укрепления. В самом Синопе осталось только христианское население, а турки все бежали. Восторг был полный. Не радовался только один человек. Нахимов. Он уже знал о том, что англо-французский флот стоит в Дарданеллах. И он понимал, что сейчас начинается большая и тяжелая война. Ну и, собственно говоря, вот это вот было началом конца, потому что действительно все расчеты Николая Первого не оправдались. Англо-французский флот поддержал Турцию. Они подошли к Варне, затем высадили десант в Крыму. И Крым, это была основная точка удара. Надо сказать, что Крымская война, как ее называют, на самом деле это поистине была мировая война, потому что участвовали, во-первых, Англия, Франция, Турция, Россия, Австрия, которая вступает в войну, но не на стороне России. Она заставляет Россию вывести свои войска из дунайских княжеств и берет их под свой контроль. У них свои были интересы. В это время английский флот обстреливает Архангельск, Петропавловск на Камчатке. То есть практически вся территория действует, это и Дальний Восток, это и Балтика. И точка, конечно, вот средоточия всех сил, это Крым. Но надо сказать, что в Крыму дела обстояли крайне плохо, потому что, во-первых, командовал русскими войсками там Александр Меншиков. Александр Меншиков, Николай очень любил Петра и хотел, чтобы у него тоже был сворик Сашка Меншиков. Был, был. Единственное, что роднило его с Александром Меншиковым Петра I, это имя и фамилия. Абсолютно бездарная личность. Он был уверен, что все это совершенно простая компания, что сейчас он не отобьет этих самых французов и англичан, тем более, что было обещано, что их шапками закидают, это именно оттуда пошло выражение. Но битва под Евпаторией показала, что это, увы, страшное заблуждение. В свое время Николай I написал Наполеону III, Россия сейчас такая же, как была в 2012 году. Точно. Прошло 40 лет, а Россия не изменилась. Зато изменилась Франция, изменилась Англия. Французы и англичане просто расстреляли русские войска с дальних дистанций из нарезных своих винтовок. Русские войска не могли им ответить тем же. Просто положили всех. Поражение под Евпаторией, это, конечно, было страшное совершенно поражение. Правда, надо отдать должное. И у англичан, и у французов тоже было бездарное командование. Они, не согласовав действия, вошли как-то в узкую лощину и были сметены русской копейчью. Такое тоже бывало. Неорганизованности, с одной и с другой стороны, страшные. Англичане, скажем, страдают от жуткого холода, потому что английское командование думало, что они отправляются в южные страны. Понимаете, не обеспечило их необходимым обмундированием. Это изобретение, кстати сказать, англичан и французов. Они изобрели вязаные шапочки, которые закрывали лицо и оставляли только прорези для глаз. Спасибо им. Мы хорошо знаем, что это такое. Балаклавка, так называемая. Это оттуда, от Балаклавы. Это была удивительная война, потому что в этой войне впервые, скажем, ход военных действий освещался во всех газетах. Была протянута специальная линия на Балканы, телеграфная, и передавали срочную информацию. Это было время, когда впервые использовались консервы для питания армии. В русской армии в это время замечательный хирург Пирогов впервые в мировой практике применяет хлороформ в качестве обезболивающего средства. То есть он не поет водкой, как это было до этого, лошадиные дозы, с тем, чтобы потом можно было хоть что-то делать с несчастным пострадавшим. Или ударяли просто по затылку палкой для того, чтобы его отключить. Но, понимаете, если вы читаете Толстого, «Войной мир», вы понимаете, что это такое война 12-го года, ампутация конечностей у человека, который находится в сознании. Пирогов впервые применяет здесь гипсовые повязки. Трудно даже все перечислить, потому что, понимаете, это время, когда совершенно меняется вдруг война. Все становятся непосредственными свидетелями того, что происходит. При этом, если Англия страдает от недостатка обеспечения, то русская армия страдает прежде всего от жутких совершенных хищений. Официальная такса. 8% от всех поступлений остаются в кармане тех, кто занимается поставками. Откат. Воровство потрясающее. Потрясающее. В это время, ну, кем мог быть Павел Степанович Нахимов? Он командует флотом. Какой флот? У англичан и у французов паровой флот или парусно-паровой флот? У нас парусные корабли. Нахимов прекрасно понимает, что сражаться на таких кораблях нельзя, и он принимает очень тяжелое решение. Весь русский флот был затоплен на рейде при входе в Севастопольскую бухту, с тем, чтобы корабли противника не могли зайти в бухту, а все моряки и орудия переносятся на сушу. И здесь организуются укрепления, организуются земляные укрепления, с которых ведется огонь. Надо сказать, что Крымская война – удивительная война. Это единственная, наверное, война за всю историю человечества, которую обе стороны считают проигранной. И Россия считала проигранной эту войну, и Франция, и Англия, и Турция считали, что эта война проиграна. Это действительно так и было. Нахимов в это время, как человек военный, ему поручают защиту южных укреплений, но официальной должности у него нет. Но ему все подчиняются, на него смотрят, как на Бога. Понимаете, человек, который в это время, все офицеры знают, русская форма с эпалетами, понимаете, которые издалека видны, это замечательная мишень для, ну, не скажем, снайперов. Хотя по тем временам, да, снайперы, хотя нет еще оптических прицелов, они появятся чуть-чуть позже, чуть-чуть позже, во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Но они могут вести прицельный огонь, достаточно кучный. Поэтому никто не рискует, офицеры ходят в солдатских шинелях. А Нахимов ходит в свои адмиральские шинели с погонами, точнее сказать, с эпалетами золотыми. Его издалека видно. Он ходит, не скрываясь. Его пуля не берет. Все просто потрясены. Он становится символом обороны Севастополя. Незадолго до этого погибает Корнилов. И такое поведение, конечно, Нахимова, это было поведение, достойное всяческого уважения. В конце концов, ему и официально передается командование обороны Севастополя. Надо сказать, что героическая оборона – это практически год севастопольская страда. Это первые герои, о которых мы с вами помним. И по сей день это первая сестра милосердия Даша Севастопольская. Это разведчик, пластун, матрос, кошка. О которых просто легенды рассказывали. Это удивительные совершенно вещи, описанные Львом Николаевичем Толстым, который в это время сражается там, в Севастополе. Кстати сказать, он попытался писать репортажи о Севастополе, но отказались владельцы газет от такого, значит, участия этого артиллериста. Они не знали, с кем имеют дело, да? А то бы дали. И только самые близкие люди понимают одну страшную вещь. Вот такое поведение Нахимова было обусловлено не только тем, что он чувствовал себя символом севастопольской обороны. Он прекрасно понимал другое. Севастополь удержать нельзя. Но он Севастополя не оставит. Фактически это было самоубийство этого человека, для которого его честь как морского офицера, как командующего, была выше всего. И через некоторое время шальная пуля, как говорят, попадает в Нахимова, через два дня он умирает. Эта гибель завершает огромный период вообще в истории нашей страны. Это завершение вот этого героического и романтического периода войны на парусных кораблях, знаете, с легендарными такими командирами, которые стоят на капитанском мостике, в апалетах. Все это уходит постепенно. В русскую армию будут введены погоны, все станет гораздо прозаичнее, да и время само становится прозаичнее. Правда, до этого времени не доживает Николай I. Он умирает. Вскоре после получения известия о поражении русских войск в Крыму, под Евпаторией. Умирает странно. Вроде бы простудился. Кстати сказать, отправляясь на обручение дочки того самого человека, который похитил государственные деньги казенные, из-за которого рухнул потолок в Зимнем дворце, чуть не прибив государя-императора. Но все-таки достали. Ходили слухи, упорные слухи о том, что Николай покончил с собой. Не исключено. Во всяком случае, Севастополь ставит жирную точку в истории России. И вот эта вот кампания, кампания, в которой принимает участие Нахимов, это завершение какого-то очень большого и очень серьезного периода. Но о том, что это за период, мы с вами поговорим в следующий раз. Какие у вас будут вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok